Уважаемые друзья, в апреле этого года правозащитный центр «Весна» отмечает юбилей. 25 лет назад, после разгона властями Чернобыльского шляха, мирной демонстрации, группа волонтеров начала срочно оказывать помощь репрессированным, собирать и распространять информацию об избиениях и пытках. Авторитарный режим Лукашенко тогда только набирал силу. Мы и думать не могли, что наша работа растянется на четверть столетия. Что в 2020 и следующем, в 2021 году мы будем иметь дело точно с такими же нарушениями прав человека, но увеличенными до чудовищных размеров. Премия ОБСЕ «Защитник демократии», которую нам дали весной 2020 года, когда еще ничего в Беларуси не предвещало о грядущем общественно-политическом кризисе, в какой-то степени подводила итоги нашей непростой предыдущей работы. Борьбу за честные выборы, за право на мирное собрание и распространение информации, за кампанию против смертной казни, за сотни образовательных и просветительных правозащитных мероприятий, проведенных нами, за то, что мы упорно расширяли границы наших урезанных свобод. Но кто же мог подумать, что эта премия станет символическим авансом в залог той работы, которая нас ждала в следующие месяцы? Были ли мы морально готовы к тому, что произошло во время и после президентских выборов? И да, и нет. Мы уже переживали общественно-политические кризисы 2006 и 2010 годов, когда сотни людей обращались к нам за правовой помощью. Мы уже сталкивались с пытками силовиками, мирных демонстрантов, с политическими уголовными процессами. Мы также понимали, что во время кризиса опасной становится и наша работа. В 2003 году власти несправедливо ликвидировали регистрацию правозащитного центра «Весна». В 2011 году был незаконно арестован и осужден я. Десятки моих коллег за эти годы подвергались разного рода репрессиям. Мы постоянно предупреждали международное сообщество о том, что в Беларуси не происходит никаких серьезных реформ, и что авторитарная власть в случае угрозы для себя всегда будет готова применить все имеющиеся у нее репрессивные механизмы. Но и мы не ожидали того масштаба репрессий, которая обрушилась на белорусское гражданское общество в августе 2020 года, и которое продолжается до сегодняшнего дня. Убийство, сотни раненых, тысячи испытавших пытки и издевательства людей. Лукашенко и его окружение проигнорировали справедливое требование миллионов белорусов о проведении честных выборов, о наказании виновных в преступлениях против человечности и освобождении политических заключенных. В стране правовой дефолт и фактически необъявленное военное положение. В Следственный комитет по фактам пыток и нечеловеческого обращения обратилось несколько сотен белорусских граждан. В результате не было возбуждено ни одного уголовного дела по расследованию и наоборот возбуждены уголовные дела против заявителей. Власти покрывают преступления силовиков, а также провластных активистов из ближайшего окружения Лукашенко, замешанных в преступлениях. Запрещена любая гражданская активность. Сотни политических заключенных томятся в тюрьмах. Практически каждый день возбуждаются новые уголовные дела с политическим подтекстом. Под удар попадают активисты избирательных штабов, политики, блогеры, преподаватели и врачи, неполнолетние и многодетные матери, представители национальных меньшинств и священники, журналисты, адвокаты и правозащитники. Десятки тысяч белорусских граждан вынуждены были эмигрировать, опасаясь за свою свободу и здоровье. Чудовищное давление на белорусское общество продолжается. Недавно министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти намерены полностью уничтожить гражданское общество в Беларуси. Только в марте 2021 года по политическим мотивам были задержаны 1139 человек. 105 человек были осуждены по политически мотивированным уголовным делам за март месяц. Из них 79 человек заключены в тюрьму. Год назад в Беларуси было трое политических заключенных. Сегодня их более 350. И это число постоянно растет. Своё 25-летие правозащитный центр «Весна» встречает под ударом властей. Четверо моих коллег из «Весны» уже несколько месяцев сидят в тюрьме. Леонид Судаленко, Татьяна Ласица, Марфа Рабкова, Андрей Чупюк. В феврале было возбуждено уголовное дело против членов «Весны». Прошли десятки обысков. Многие мои коллеги, и я в том числе, вызывались на допросы. Существует угроза, что многие из нас в ближайшее время окажутся в тюрьме. Обвинения власти против правозащитников абсурдны. Нас преследуют за нашу правозащитную деятельность, за то, что мы помогаем репрессированным. Собираем факты о пытках. Опубличиваем информацию о нарушениях прав человека в стране. В Беларуси сейчас происходит цивилизационная гуманитарная катастрофа. На глазах у демократического Запада планомерно уничтожается гражданское общество. Осталось еще немного, и Беларусь превратится в аналог Северной Кореи в Европе и станет источником постоянной нестабильности и угрозы миру в регионе. Мы призываем демократические страны оказать всевозможную помощь белорусскому народу, оказать максимальное давление на белорусский режим с требованием остановить политические репрессии и начать переговоры с гражданским обществом. Белорусский колокол сейчас постоянно стучит в сердце Европы. Несмотря на репрессии и террор властей, мы восхищены и выдушевлены стремлением белорусских граждан к свободе и демократии. Мы искренне поддерживаем мирный характер народных протестов и выступлений. Мы верим, что наша работа была не напрасной. Правозащитный центр «Весна» упорно продолжает вносить свой скромный вклад в демократическое будущее нашего народа. Живе Беларусь!